Контрибуции по проекту строительства упаковочного двора и ряда других инфраструктурных проектов должны были выделить еще в 2023 году, заявил примар Камрата Сергей Анастасов в ходе пресс-конференции. Этот проект все затягивался, крючок получил, все долго получил, а нет, все сделали, у них проекты пошли. Камрату затянули и даже не спустили на рассмотрение на родные собрания. Советник муниципия Камрат Владимир Бесараб считает, что упаковочный двор необходим для развития сельского хозяйства. Человек имеет непосредственное отношение к сельскому хозяйству. Хотел бы несколько слов сказать об важности и необходимости данного проекта. Я считаю, что данный проект, как инфраструктурный проект, очень важен для города. В первую очередь, потому что это здание останется здесь и оно будет работать на благо нашего города и наших производителей. На строительство упаковочного двора необходимо 43 миллиона леев, из которых 22,5 миллиона выделило правительство Молдовы через региональное агентство по привлечению инвестиций. Еще 18 миллионов – контрибуция. Примария запрашивает 50% от этой суммы из регионального бюджета, отметил советник муниципия Камрат Владимир Кара. С этим проектом работала группа экспертов, специалистов исполнительного комитета мэрии города Камрат на протяжении последних пяти лет. Долгий процесс, потому что объект достаточно крупный, несет за собой экономический проект, экономическую составляющую. Чтобы не потерять проект, примария взяла кредит, сообщил председатель муниципального совета Камрата Георгий Влах. В этом вопросе все советники единогласно поддерживаем позицию примара и просим исполнительный комитет ГГУЗИ до 1 апреля рассмотреть этот вопрос и включить нас в фонд возмещения и контрибуции. Депутат Народного собрания Николай Дудоглас считает, что закон о фонде возмещения не предусматривает выделение контрибуции для коммерческого проекта. В этом законе нету, что мы выделяем контрибуции для коммерческих целей. Ну давайте так, упаковоченный цех – это инфраструктурный проект? Нет, конечно. Это коммерческий проект. Это коммерческий проект, который будет приносить прибыль. Это не касается нашего закона. В эфире ГРТ высказался и советник Башкана Михаил Влах. У нас нет сырья. Они увидели проект, там, не знаю, заработать хотели или что, но это была неправильная инвестиция. Так, Николай Иванович? Не был подход, и уж тем более город не имел права на этот бизнес. Спикер Народного собрания считает, что вопрос ополитизирован. Контрибуции – это народные деньги. Это не Камрата, это всей Гагаузии. И мы, когда их направляем куда-то, мы потом через некоторое время людям должны объяснить, какой доход они дадут для наших людей. А когда мы не можем объяснить, что дальше будет, мы не можем туда направлять финансы. Это неправильно будет. И чтобы понимали, что контрибуции – это возмещение. Мы возмещаем те финансы, которые уплочены в проекте. Примария должна уплатить, а потом мы их должны вернуть им в пределах до 50%. Мария Остатова, Владислав Табачук, Артём Топал. Новости ГРТ.